В течение года более 480 видов птиц расправляет крылья в долине реки Луангвы в поисках пищи, дома и партнёра. Эти воздушные асы, все, от эффектных до неуклюжих, научились использовать каждый сантиметр своей Земли. Они ныряют на глубину, взлетают на невероятную высоту, изучают малейшие трещины и расщелины. Каждый уголок этой дикой местности обжит крылатыми творениями природы, парящими над Луангвой, долиной птиц. Истории Замбии Долина птиц Розовые пеликаны трясут горловыми мешками, чтобы охладиться в жаркий день. Они насытились рыбой и готовы двигаться дальше. Но каждый из них весит более 14 килограммов, а их желудки полны рыбой. Такой тяжёлой птице трудно взлететь. Но розовый пеликан имеет ряд преимуществ. У него огромный размах крыльев, более 3,5 метров, и два мощных набора крыловых мышц, составляющих до трети веса птицы. Пеликан — одна из тяжелейших летающих птиц. Но его полёт кажется таким лёгким. Всё дело в аэродинамических свойствах крыла. Птичьи крылья снизу вогнутые, а сверху выпуклые. Благодаря такой форме воздушный поток над крылом движется быстрее, давление меняется, и возникает подъёмная сила. Эта естественная адаптация позволяет летать не только пеликанам, но и всем остальным птицам. Долина Луангвы — рай для птиц. Большинство видов, как и пеликаны, живут в этом идиллическом уголке круглый год. Но 10% являются перелётными, мигрирующими сюда для кормления и размножения. В вышине скользит в воздушном потоке ещё один местный обитатель. Африканский клювач с его полутораметровым размахом крыльев летает на большие расстояния. Он покрывает много километров, едва взмахивая крыльями. Длинные маховые перья имеют чёрный цвет благодаря пигменту меланину. Меланин не только окрашивает перья. Он также делает их прочнее, что необходимо для многочасовых перелётов. У многих птиц, в особенности перелётных, маховые перья чёрные. Белые перья без меланина быстрее изнашиваются. Но любые перья легко повреждаются. Для поддержания их в идеальном состоянии требуется забота. Валяние в земле не похоже на лучший способ заботы о перьях. Но цесаркам он помогает. Пылевые ванны помогают избавиться от паразитов. Впрочем, цесарки добавляют в смесь неожиданный ингредиент. Они решили принять полевую ванну посреди муравейника. Вся эта суета воспринимается насекомыми как нападение. Чтобы защититься, они распыляют муравьиную кислоту. Нанесение такого оригинального муравьиного репеллента помогает птицам избавиться от паразитов. Однако никому не стоит принимать ванну в любимом месте доминантного самца. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для многих обитателей долины купание связано с путешествием к реке Луангве. Это буроголовая Альциона предпочитает купаться одна. Нескольких быстрых маканий достаточно, чтобы помыть перья. Садиться в воду Альциона не рискует. Короткие слабые конечности и тяжелое мокрое оперение сильно затруднят взлет с воды. Птица станет легкой добычей. Африканскому мурабу, чтобы промыть 25 тысяч перьев, требуется хорошая ванна. Полеты плохо сказываются на крыльях с размахом в 4 метра. Размачивание перьев помогает выправить складки и загибы, возникающие во время полета. В ходе последующей солнечной ванны птица высушивает оставшиеся складки и морщинки на оперении. В довершении гигиенических процедур мурабу чистят перья. С помощью клюва птицы распределяют по ним секрет из копчиковых желез. Этот секрет поддерживает гибкость перьев и препятствует росту бактерий. Особое внимание уделяется длинным маховым перьям, которые испытывают повышенную нагрузку. На земле мурабу могут показаться нескладными и неуклюжими. Но в воздухе они преображаются в изящных покорители огромных расстояний. Мурабу падальщики Заняв выгодную позицию, они беспрестанно высматривают в долине останки погибших животных. Горячий воздух, поднимаясь над раскаленной землей, создает термальные потоки, которые помогают птицам подниматься высоко в небо. Но мурабу здесь не одни. Настоящие асы, покорившие восходящие потоки воздуха, грифы. Пять из одиннадцати видов африканских грифов обитает в долине реки Луангвы. Четыре из них под угрозой исчезновения. Эти крупные птицы способны парить на высоте двух километров, практически не взмахивая крыльями. Для столь успешного использования термальных потоков нужно особое мастерство. В центре восходящего потока воздух поднимается быстрее, поэтому птицам приходится летать по наименьшей окружности, держась как можно ближе к центру. Перемещаясь из потока в поток, они покрывают огромные расстояния. Особая группа мышц много часов подряд поддерживает их крылья в необходимом положении. Как и марабу, грифы кормятся падалью, зачастую разбросанной по всей долине. Им приходится постоянно перемещаться, пролетая более ста километров в день в поисках пищи. А этот обитатель долины реки Луанговы находит все, что им нужно на 50-метровом участке реки. У малого пегово-зимородка время завтрака. Он зависает над водой, высматривая в реке рыбу. Это крупнейшая в мире птица, которая может зависать в воздухе, не используя воздушные потоки, а лишь полагаясь на движение своих крыльев. Поскольку зимородку не нужен насест, он может рыбачить дальше от берега. Чтобы махать крыльями с частотой 10 раз в секунду, нужно много энергии. Каждый день зимородку нужен улов, вес которого равен половине веса его тела. Одна есть. Осталось поймать еще 10. Река Луангва не пересыхает большую часть года и поэтому способна прокормить множество представителей разных видов птиц. Одних зимородков здесь 7 видов. От крошечного малахитового длиной 12 сантиметров до гигантского пегова, который в 3 с лишним раза больше. Что удивительно, не все они рыболовы. Буроголовая альциона проводит большую часть жизни в лесу, питаясь насекомыми и лягушками. Великое множество птиц приспособилось к использованию всего, что доступно, так что ни один источник пищи не остается неиспользованным. Нетрудно догадаться, чем питается карминная щурка. Ее длинный тонкий клюв удобен для ловли пчел в воздухе. Но это лишь первый этап. Прежде чем ее проглотить, нужно избавиться от опасного пчелиного жала. Щурка знает простой, но жестокий способ. Жала выбито. Теперь можно есть. Щурки специализируются на пчелах. Но быстро учатся добывать и другие закуски. После дождей в воде появляются личинки насекомых. Взяв пару уроков у родичей зимородков, щурки меняют тактику охоты. сочные личинки слишком вкусны, чтобы их упускать. что заkapитесь? Щурки – перелетные птицы, которые пролетают сотни километров из Центральной Африки для размножения на песчаных берегах реки Луангвы. Но другие гости, чтобы попасть сюда, проделывают еще более долгий путь. Большой улит размножается в высоких широтах Европы и Азии, но с приходом зимы спешит в жаркую Африку. Он прочесывает мелководье реки Луангвы, вытаскивая улиток. Но в случае необходимости может переключиться на рыбную ловлю. Изменение рациона в зависимости от сезонных предложений является залогом успешного выживания. Из-за понижения уровня воды в лагуне недалеко от реки скапливается много рыбы. Множество видов птиц собралось для участия в пиршестве. Стена ног и клювов оттесняет рыбу на самое мелководье. Сотни ног поднимают со дна ил. Но клювы и языки большинства этих птиц снабжены осязательными механо-рецепторами. Они так чувствительны, что позволяют отличить вкусную рыбу от несъедобного камня. Кажется, что короткоклювый молотоглав находится в невыгодном положении. Но он использует для ловли лягушек свои пальцы. На краю лагуны, вдали от суеты, рыбачит искусный рыболов. Зелёная кваква крадётся очень медленно. Она сосредоточена, и каждое её движение выверено. Малейшая зыбь может выдать её. Но у неё есть секретное оружие. Благодаря особому позвонку, её шея может вытягиваться, обеспечивая прекрасный обзор для поиска скользкой добычи. Кваква приближается, не сводя глаз с заветной цели. Она всё ближе. Её необычный позвонок работает как шарнир, позволяя нанести молниеносный удар. У жертвы нет ни единого шанса против такого искусного рыболова. Со стороны закваквы пристально следит марабу. При росте в полтора метра – это одна из самых пугающих птиц Африки. Эти птицы здесь не ради рыбалки. Они предпочитают воровать рыбу. Марабу мастерски использует свой рост, вынуждая более мелких сородичей бросать с трудом добытый трофей. Эти воришки не щадят никого. Порой они таскают рыбу даже друг у друга. В близлежащем тенистом лесу Ангольский астрильд роет землю, ища семена. Искать на песчаном грунте хорошо замаскированные семена непросто, даже безо всяких воришек. Астрильд проверяет на съедобность каждый комочек. Но выкидывает больше, чем ест. Опять камень. Наконец, птице повезло. Внутри ее конического клюва есть острые режущие кромки, которые действуют как консервный нож, высвобождая из оболочки сочную сердцевину. Всем птицам, которые питаются рыбой, насекомыми или семенами, приходится приспосабливаться к сезонным изменениям в долине реки Луангвы. В ноябре начинаются ливни, и к январю река выходит из берегов, затапливая широкую пойму. Сезон дождей заканчивается в марте, и после этого животным нужно пережить семь месяцев без единой капли дождя. Долина меняется до неузнаваемости. От быстрой реки остается ручеек, а некогда полные жизни лагуны становятся сухими и безжизненными. Для выживания птицам приходится менять тактику и адаптироваться к новым условиям. Некоторым это удается лучше других. В высохшей лагуне молотоглав уже не может успешно охотиться, ловя лягушек с помощью лап. При длине клюва всего 8 сантиметров ему сложно доставать лягушек из глубоких трещин. Теперь молотоглаву приходится полагаться на случайную помощь других. Седлоклювам ябиру с их 30-сантиметровыми клювами добывать пищу намного проще. Но они молотоглаву не помогут. А вот группа полосатых мангустов может быть полезна. Зверьки копают, а молотоглавы пытаются украсть. Но этот мангуст слишком шустрый. Похоже, никто не хочет делиться. Молотоглаву придется искать пищу где-то еще. На равнине от жажды погибла импала. Первым прилетел бурый стервятник. Это самый мелкий стервятник луангвы. Обычно его оттесняют от добычи, заставляя довольствоваться объедками. Обнаружив целую тушу, он не знает, с чего начать. Его клюв слишком слаб, чтобы разорвать шкуру. В одиночку он мало что может сделать. Но долго ждать не приходится. Паря в вышине, грифы прекрасно видят все, что происходит вокруг. В том числе действия своих сородичей. Когда один пикирует, другие следуют за ним. За считанные минуты собирается вся компания. Здесь есть своя иерархия. Лучшие места занимают более крупные африканские грифы, а бурым стервятникам приходится потесниться. А затем прибывают большие шишки. Самые сильные и агрессивные падальщики Африки. Ушастые грифы. Зачастую они появляются первыми, и с помощью клюва, способного разрывать шкуру и мышцы, отвоевывают себе лучшие места. Но в этот раз грифы опоздали. Им достаются лишь объедки. Этот африканский гриф несомненно наелся. Свисающий под шеей зоб набит до отказа. Дополнительная еда запасается после пиршества, чтобы позже попасть в пищеварительную систему уже размягченной. Он явно не единственный, кто переел. Бурый стервятник пропустил главный пир и поэтому переходит к менее привлекательным вариантам. Ему не приходится быть слишком разборчивым. Стервятник следует за львами, ожидая легкой поживы. Но это не то, что вы подумали. Это экскременты льва. В экскрементах льва много лакомых кусочков. Они богаты белками и жирами. В желудке стервятника вырабатывается концентрированная кислота, которая убивает вредоносные бактерии. Экскременты льва столь ценные, что за них дерутся. Здесь все идет в ход. В период засухи еду сложно добыть всем обитателям долины реки Луангвы. Но одна хитроумная птица нашла решение проблемы. Этот жираф редко ходит один. Куда бы он ни пошел, за ним следуют красноклювые буйволовые скворцы. Они усердно выбирают из его шкуры переносящих заболевания клещей. Благодаря острым когаткам эти скворцы удерживаются на жирафе во время приема пищи. Они забираются туда, куда большинство птиц не может или не желает попасть. Опять же, все идет в дело. Но первое место за эффективность способа питания получает красноклювый ткач. Эти мелкие птицы весят около 20 граммов и живут здесь постоянно, собираясь в сезон засухи в стае, которые насчитывают тысячи и даже миллионы особей. Они собираются вместе, чтобы кормиться, рассыпаясь по траве и собирая семена. Когда на земле ничего не остается, птицы из задних рядов перелетают вперед, и стая приступает к зачистке следующего участка. Вес семян, которые птица съедает за день, равен половине ее веса, а ста из сотни тысяч птиц потребляет тонну корма в день. на закате красноклювые ткачи собираются у реки, чтобы напиться воды. здесь также применяется конвейерный способ. птицы удаляют жажду и улетают, уступая место следующим. Во время полета красноклювым ткачам приходится постоянно рассчитывать свои движения, чтобы не столкнуться с соседями. В сетчатке птиц куда больше светочувствительных клеток, чем у млекопитающих, что позволяет им быстро обрабатывать визуальную информацию. В сумерках красноклювые ткачи начинают устраиваться на ночлег. А другой обитатель долины Луангвы в это время только просыпается. Бледный филин большую часть дня спит. Это крупнейший африканский филин. Охотник-одиночка со страшными когтями, прекрасно приспособленными для ловли добычи. Характерные розовые веки придают ему сонный вид, маскирующий превосходное бинокулярное зрение. Ночью его поразительная зоркость проявляется во всей красе. Огромные глаза филина достигают трех с половиной сантиметров в диаметре. зрачки расширяются так сильно, что пропускают почти в три раза больше света, чем человеческий глаз. Филину хватает лунного света. Он что-то заметил. Хоботковая собачка ищет насекомых. глаза филина воспринимают скорее движение, а не форму. Если бы зверек замер, то мог бы остаться незамеченным. повезло в этот раз. А филину снова придется искать ужин. высоко над рекой стая цесарок дремлет на безопасных деревьях. Деревья высотой более 30 метров, как правило, надежно защищают от хищников. Но леопард необычный хищник. леопарды превосходно лазают по деревьям. Сильные мышцы позволяют им забираться по вертикальному стволу. Самка леопарда движется почти беззвучно. Пока цель не оказывается в пределах досягаемости. Но резкое движение ее выдает. громкие крики приводят всю стаю в состояние повышенной боевой готовности. В этом преимущество стаи. днем днем цесарки постоянно перекликаются друг с другом. Это помогает стае держаться вместе. положение носом в землю довольно рискованно. Поэтому лучше, если опасность высматривает сразу множество глаз. Варан бродит в поисках завтрака. Система оповещения в очередной раз спасает цесаркам жизнь. Варан уходит, чтобы найти менее настороженную добычу. Он пробует воздух с помощью раздвоенного языка. Частички запаха доставляются к органу Якобсона на его небе. А затем сигнал поступает в мозг. Он уловил запах колонии белолобых щурок. подозревает пыль. И напомню к вы с премьер к Его когти достаточно сильные и острые, чтобы разрыть стену обрыва, добравшись до птиц и яиц. Но не все идет так, как хотелось бы варану. Ткачики хотя и малы, но они не из тех, кто будет молчать. Их тревожные крики предупреждают всю колонию из двухсот птиц о том, что варан близко. Действуя сообща, они осаждают неожиданного гостя. Варану лучше поискать менее защищенное место. По долине разносится странный глухой зов. Самка кафорского рогатого ворона сообщает о своем присутствии. Раздувая горловой мешок, она, по сути, превращает его в резонатор. Усиливая низкочастотные звуки, которые распространяются на большие расстояния. Крик, который слышится в радиусе пяти километров, извещает других воронов о том, что данная территория занята. В любое время года, в любом месте долины, разнообразие птичьих криков, разносящихся над Луангвой, поражает. В Африке не так много мест, где встречается такое необыкновенное разнообразие птиц, которые используют для выживания все возможные ресурсы. Крупнейшие эрлы охотятся на реке и на суше. А разноцветные малыши, охотники в миниатюре, ловят насекомых прямо в воздухе. Долина реки Луангвы – земля пернатых красавцев. Даже те, кто не столь привлекателен, впечатляют не меньше. Здесь есть охотники-одиночки и те, кто процветают, держась стаей. Одни пролетают много километров, а другие никогда не покидают родные края. Долина реки Луангвы – рай и для гостей, и для постоянных обитателей. Это настоящая долина птиц. Луангвы – рай и для гостей,